наргес но вот ты понимаешь ты приехала относительно недавно ребята музыканты приехали заранее они входили выходили гитары заносили выносили готовились давайте уже наконец-то послушаем что за подготовки такие были а Я не играла в слова, и, быть может, я не права Я знаю много причин, со мной нет середины Я не просила тепла, любовь сама утекла Смотри, сколько есть сил, глаза один на один Ты делал больно мне, а я не смогла Давай, выключим свет, устал я от войны Гори, патрон, пистолет, а у меня нет вины Давай, выключим свет, устал я от войны Гори, патрон, пистолет, а у меня нет вины Ты рядом, но я одна Я натянута, как струна И поздно что-то менять Нам лучше всё потерять Давай, решим всё сейчас Что впереди нет у нас Я так хотела поднять звезду И в небо опять Ты делал больно мне Я не смогла Давай, выключим свет Устал я от войны Гори, потом пистолет А у меня нет вины Давай, выключим свет Устал я от войны Гори, потом пистолет А у меня нет вины А у меня нет вины Давай, выключим свет Устал я от войны Гори, потом пистолет А у меня нет вины А у меня нет вины Устал я от войны Гори, потом пистолет А у меня нет вины Наргиз Наргиз, браво Коллаборация Но когда с Максимом Фадеевым Это понятно Он музыкант Ты музыкант А когда с Марией Захаровой Неожиданно Знаете, для меня вообще Это была очень большая Неожиданность Я только прилетела из тура И Макс оповестил мне о том Что нужно будет спеть песню Вот так вот Нужно попробовать эту песню Он мне показал ее И потом он мне объяснил Кем она была написана И соединил меня именно с Машей Мы пообщались Когда мне рассказала эту историю Историю этой песни У меня, честно говоря Побежали мурашки И на самом деле Я понимала Что передо мной стоит Какая-то такая Колоссальная ответственность Что, естественно Так как Прочувствовать ее Как человек Который пережил эту историю На себе Я, естественно Не смогу Но моя задача была Вот максимум Прожить ее Как-то Потому что Ну для меня вообще На самом деле нет такой Песни Которая просто так поется А тут я понимала Что еще Двойная ответственность И когда я узнала о том Что эта песня будет звучать На открытии Кинофестиваля И это Это Даже просто Необъяснимое Состояние Это, наверное, еще хуже Несколько раз Я чувствовала себя Как в проекте «Голос» Я вышла на сцену У меня были абсолютно Ватные ноги Меня все трясло И И В тот самый момент Когда Зал начал вставать Я думаю Я просто упаду в обморок Я увидела Машу Как она плачет И Я понимала Что Нужно Нужно Отстоять Нужно Закончить Спела И Честно говоря Очень переживала Так как я Человек Достаточно такой В себе Очень много ковыряющийся И Ну вроде Как я не знаю Получилось Но судя по реакции зала Как минимум Скажи пожалуйста А Мария Захарова Потом не зашла к тебе туда За кулисы Как-то в этом не разрыдались Друг с другом Потому что кажется Что вот этим все должно было закончиться Она зашла ко мне до Она зашла до Потому что После мне нужно было сразу Просто Уезжать И В аэропорт Поэтому она зашла до И она тоже Она Она волновалась Как маленький ребенок Мы с ней вдвоем вот так вот стояли И Она говорит Я говорю Маш я очень волнуюсь Она говорит Наргиз я тоже Ну конечно Она какова А кстати музыку кто написал? Музыку Написала У нее такое Очень экзотическое Сложное имя Да Сложное И сейчас я вот Вот секундочку Уточню просто Вот Морал Ягшиева Ничего себе Действительно непростое имя Непростое имя Но Мне все таки кажется Что В этой песне Совершенно все гармонирует И Я думаю Отделять даже не нужно Потому что Здесь даже Не столько О музыке О тексте Как вообще В общем Такая коллаборация Что называется Ну вот Вроде как Получилось Весьма Весьма Удачно Наргиз прежде чем Прервемся на новость Такой вопрос На недавно прошедшей премии Муз ТВ ты получила награду Во-первых за дуэт Да Насколько я помню С Максимом Фатеевым как раз И как лучшая рок исполнительница После чего По интернетам пошли Как бы какие то разговоры Дескать Как же так Вроде как это Не вполне себе рок Мнение спорное А вот ты сама свою музыку К какому это стилю вообще относишь Или в принципе это Вот в том то и дело Что Сама я свою музыку Не отношу к какому-то определенному стилю И Ну Рок наверное Это все таки состояние моей души И все что Я бы не исполняла Все равно Во всем в этом есть Рок Просто Ну Я Человек такой что мне хочется Пробовать себя В абсолютно разных жанрах И Не Не зацикливаться На одном каком-то жанре На Одной какой-то истории Эти люди Которые обсуждали Они Ну скорее всего не Посещали Мои живые концерты И в принципе Я их не осуждаю Потому что Потому что они слышат И видят Может быть вот Понятие В России Может быть это не Рок Вот И Я нисколько Не обижаюсь на это Но На самом деле Вот эти вот толки Кривотолки Они всегда были Есть и будут И хорошо что говорят Но Все же Хотела бы пригласить Всех тех Кто сомневается Там в чем-либо Посетить Мой Концерт Друзья Всем еще раз рекомендуем Заходить на сайт Сильно рекомендуем Включать видеотрансляцию Не только слушать Наргиз Но и смотреть Там кстати действительно Много комментариев Наргиз отовсюду шлют Привет и тебе Привет и поздравления И не только кстати Из России Из других стран Даже из Беларуси в частности И все конечно ждут Что ты еще споешь С удовольствием Ну поехали тогда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Даже если бы давала, то там это как-то очень... Воспринимается просто, да? А просто это было вообще что-то очень чуждое для них. И уехала, конечно, в очень правильное время, потому что знала о том, что родилась... Вот должна была родиться именно в Нью-Йорке. Это вот мой город. И я считаю его своей родиной. И совершенно правильно сделала, что уехала в 95-м году. И совершенно правильно, что переехала в итоге сюда. Ну да, совершенно правильно, что переехала. Но все же я теперь живу на две страны. Потому что у меня там дети, у меня там внук, у меня там мама. И периодически мне все-таки... Ну, Абрамян тоже, в принципе, надеялся в душе считать итальянцем. Только не ездить туда, как бы там небольшая разница. Там просто у меня нет дома детей. Но в целом, да, хотелось бы там тоже оказаться. Слушай, мы знаем, что тебе недавно поклонники подарили байк. Да. Ты уже настоящая байкерша гоняешь? Никакая не настоящая я байкерша. Потому что я, честно говоря, боюсь сейчас рисковать. Я никогда не садилась за байк. А то есть у тебя нет категории А пока? Нет, у меня даже категории Б нет. Потому что я всю жизнь... Но я тоже говорю, надо сразу на автобус открывать категорию. Чего эти А, Б, зачем? Нет, я дружила всю жизнь с байкерами. И они меня просто катали, чтобы самой садиться за руль. Нет. Вот он у меня стоит и ждет, наверное, какого-то моего часа. Звездного часа. Который наверняка придет. Наргиз, все, совсем критически мало времени. Один вопрос. В одном из интервью ты сказала, что у тебя бабушка была очень сильной ведьмой. И тебе по наследству досталось даже немножко каких-то магических способностей. Ты не могла бы что-то как-то с погодой в Москве решить? Как-то пульнуть, я не знаю, запрос отправить? Что-нибудь можно вообще с этим сделать? Ты знаешь, я думаю, что я не одна такая ведьма, которая это пытается сделать. Но есть такие силы, с которыми бороться, наверное, лучше не стоит. Лучше не стоит. Не стоит. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Прекрасная Наргиз была у нас в гостях. Наргиз, спасибо тебе большое. И надеемся до встречи. Пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok